МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ключи от квартиры, где деньги лежат? Нет, это пока просто тренажёр крутости. Ты крут! А у меня вот такой вот гаджет для нашей сегодняшней программы. Время. Ты тоже крут! Ой, кто-то оставил наушники. Нет, наушники тоже пригодятся в нашей сегодняшней программе. Ещё нам пригодятся деньги. Согласна. Закажем пиццу? И не только деньги, ещё и мобильный телефон. Тоже, кстати, закажем пиццу. Всё это атрибуты самостоятельности. Именно о ней сегодня мы будем говорить с нашими гостями. Атон Камолов, я Ольга Шелест. Это программа «Свежий воздух». Друзья, мы сегодня начинаем с телеведущей Алены Водоная. Надеемся, она останется с нами до конца, потому что у нас впереди много интересных специалистов. И разговор сегодня пойдёт, Алена, о самостоятельности. Очень хорошая тема. Вы вообще, мне кажется, в воплощении самостоятельности, потому что самостоятельно уехали из города своего, да, Тюмень. Они приехали в Москву, сами покорялись там лицу. В 41-м году, да. Это так давно уже было, что я не помню. Мне кажется, я уже тут так давно воспитываю сына, поэтому мне кажется, что вот об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала про ваше детство. Хорошо. Вы уже с детства были такой самостоятельной. Откуда вот это взялось, взялся момент, когда вы, действительно, родители могли вас уже куда-то отпускать? Когда они предлагали вам, не предлагали даже, а вы просто выбирали, куда вы хотите пойти, где хотите учиться. Кстати, Оль, родители отпускали вот в лагерь, вспомнила. Ты сейчас сказала, во сколько начали отпускать родители. Я до этого никогда об этом не думала. Меня в 7 лет в первый раз отпустили в лагерь. Лиза Чайкина. В пионерский лагерь. В пионерский лагерь. Понятно, что там был контроль, но сейчас, например, я побоялась бы отпускать ребенка. А меня отпускали систематически каждый год, каждое лето. Я самостоятельно где-то в социуме вращалась. Я тоже в первый раз после первого класса, я тоже мог бы уехать из Тюмени. А во сколько, кстати, уехала? Я уехала в 21 год, по-моему. 21. Самостоятельно, да. Самостоятельно. И самостоятельно приняли решение поехать именно на шоу «Дом-2». Да, я поехала самостоятельно писать туда диплом. Диплом на работу, потому что я защитила его на 5 в итоге. Но так получилось, что я влюбилась там и осталась на 2,5 года. В этого, как его. Не вспоминай. Если говорить про самостоятельность, вообще, насколько родители говорили, давили, что это надо, это не надо, в Москву ехать не надо, диплом или учиться нужно там-то, там-то. Вообще никогда не давили. Мне в этом плане очень повезло с родителями. Потому что они все время поддерживали любые мои начинания и никогда не лезли и не лезут до сих пор в мою личную жизнь. Все время была поддержка любых моих идей, любых моих начинаний. Это Алена с мамой, я для нашей... Да, кстати. Но я здесь еще очень не самостоятельна. Ну, это понятно. А это и видно. За маму держите. Да, да, года 4 здесь. Беря пример своих родителей, сейчас вы также позволяете своему сыну, несмотря на то, что он маленький, пятилетний еще, да, а ребенок как-то самостоятельно развиваться или нет? Конечно, позволяю самостоятельно развиваться, но сердце в пятки у меня иногда уходит. Потому что я стараюсь не лезть под руку и стараюсь вот со своими занудствами, нравоучениями, не запрещать ему двигаться, лазить на деревья или куда-то там с шашкой на голо бежать в океан. Мы все стараемся. А получается? Ну, получается, слава богу, получается. Хотя я ужасная мать зануда. Вот мои родители, они все-таки давали мне больше свободы, и за это я им благодарна. Я вот как-то себя просто по рукам бью. Чем занимается? Сыну 5,5 лет? Да. Какие-то кружки, секции, посолишки? Детский сад с английским языком, да. Он свободно уже говорит на английском языке, я нет. То есть то, что он говорит, я вообще не понимаю. Это очень неудобно. Да. Меню, держи. Богдан, дай замки. На самом деле он такой развитый парень. И он ходит три раза в неделю в школу Олимпийского резерва на спортивную гимнастику. Еще занимается с преподавателем по изобразительному искусству и репетиторов. Я ему тоже полгода назад уже наняла на три раза в неделю на письмо и на счет. И няня, наверное, есть. Няня есть, да. Но няня, она больше по заботе, а не по образованию. А где же тогда вот этот вот кусочек самостоятельности в его жизни? Ох, ну, на самом деле у него есть время на самостоятельность. Такая загруженность. Такая загруженность. Между гимнастикой и рисованием у него есть полчаса. В 15 минут. Проявить самостоятельность. С чем он ее проявляет? Ну, в играх, во всем. Даже дома я ему разрешаю. То есть я ему не запрещаю дома. Если ему очень хочется где-то что-то нарисовать на стене, я все время нахожу какие-то компромиссы. Мы договорились, что он разрисовывает конкретно вот свой гардероб, чтобы не портить обои с картой мира, которые вот я самостоятельно практически наклеила у него над кроватью. Ну, в общем, я стараюсь держать этот баланс. Но я, вы знаете, у меня по поводу парней политика другая. Для того, чтобы они были самостоятельные, вы, мужчины, как раз-таки нужно хорошенько подгружать их в детстве. Мне так кажется. Потому что чем больше у парней... С вниманием опекой или занятиями? Нет, с занятиями. Потому что сейчас столько инфантильных мальчиков и мужчин, и особенно мальчиков и мужчин, вышедших из хороших семей, вот я вижу, например, там, где были деньги, там, где детям дали хорошее образование. Но им давали столько свободы в детстве, что они очень много всего пробовали, они очень много где разнузданы, разболтаны. И в наше время вообще, во время интернета, когда больше доступа к свободе, к разврату, черт побери, простите меня за это слово, я считаю, что парня все равно нужно максимально сильно подгружать, чтобы у него не оставалось времени на фигню. А количество секций, кружков, учебы и так далее, оно разве избавит от инфантильности? Это же, мне кажется, немножко... Это привитие ответственности. То есть сейчас ему... Я вижу, что в его пять с половиной лет ему очень нравится передо мной вот как-то достижениями своими. Ну, хвастаться, я не знаю, как заменить это слово. Гордиться. Гордиться, да. Ему очень нравится то, что он делает. Если ему что-то не нравится, я не давлю. Я, конечно же, уберу его с любой гимнастики, если он скажет, мам, не хочу ходить, надоело. Но я просто вижу, что у него есть к этому интерес. И почему бы мне не развивать таланты ребенка там, где у него есть этот интерес? Я не хочу воспитать чудовище, избалованное, которому будет все дозволено, у которого будет куча свободного времени. Поэтому пусть он пока лет до 30 поработает хорошенько. А потом женится и нормально отдохнет. По поводу женитьбы, кстати. Ну, это пока еще не скоро. Пока не скоро, да. Лет через 15, я думаю, в лучшем случае. Самое раннее. Но все равно, да, там каждая мама, наверное, думает, у меня тоже сын, я как-то к этому спокойно отношусь. Ну, конечно, он женится, да. Буду ли я ему выбирать невесту? Однозначно нет. Если он со мной посоветуется, ну, я что-то ему скажу. Да. Но мама-то совсем другое. Мама-то знает, что для ее мальчика вот эта девочка хорошая, а вот эта совершенно не подходит. Вот я вообще не знаю, какая я буду свекровь. И какая я буду такая вот мама с девочками. У меня ужасный характер, честно говоря. И я не представляю. Вы наслышаны. Мне очень хочется. Я понимаю, что я буду или идеальная свекровь и мать, вот в понимании, там, женщины, сына, или нет. Не знаю. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что я не выйду из ума, и не буду бабкой в маразме, которая будет запрещать. Мне кажется, здесь главное понять, и любовь свекрови тоже, что сын все равно выбирает по подобию своей матери. Матери, наверное, да. Нужно просто посмотреть на себя со стороны и сказать, ничего, такая. На себя со стороны. Или подумать, что неужели я вот такая? Это какая женщина? И начать работать над собой. Ален, как вам кажется, когда приобретаешь максимальную самостоятельность, ты уже сам работаешь, сам на себя зарабатываешь, сам покупаешь себе дом, квартиру, сам обустраиваешь этот ремонт, интерьер, как тебе хочется. Есть ли тяга теперь уже наоборот какой-то такой опеки, когда вам хочется, чтобы вы утром проснулись, вам кто-то кофе в постель, чтобы холодильник уже был забит, кто-то постоянно заботился о вас. Не вы сами-сами-сами, а чтобы кто-то... Да самостоятельности слишком много. Да. Ох, вот я пока просто об этом мечтаю, чтобы вот так вот у меня было, чтобы я проснулась, и мне уже в холодильник забили, и завтрак приготовили. Хотя сегодня, если честно, первый раз в жизни мне приготовили завтрак. Представляете, мне 33 года. Как-то непривычно, да, и как-то неловко. Он был пересолен, но я съела все, и сделала все отлично. Ну, на самом деле, я бы, конечно, хотела, чтобы Богдан тоже был, несмотря на всю свою самостоятельность, заботливым по отношению к женщине. Он дарит мне уже цветы. Раньше он воровал их с клумб, и там где-то подтаскивал на улице, а... Сейчас уже сватков ворует. Он попросил, я недавно няню, остановиться у палатки с цветами, и сказал, что вот надо купить маме розы. Вот я, если честно, так счастлива, что у меня такой внимательный, галантный мужчина растет. Я очень хочу, чтобы он был щедрым, внимательным по отношению к женщине. А откуда деньги у пятилетнего ребенка? Няня дала. Я потом ей отдала, да. Но она не стала его порыв этот как-то там глушить и говорить, что это дорого или что-то еще. Она, конечно же, все они купили, и он сам вот подарил мне розы. Потому что, как мне кажется, атрибут самостоятельности – это все-таки деньги. Когда у тебя есть деньги, никого не надо просить, ты, в общем-то, наверное, можешь считаться самостоятельным человеком. А вот это вопрос. Это вопрос самоощущения. Алена, вы когда почувствовали себя самостоятельной? Когда первые деньги заработали? Когда появилось собственное жилье? Вот у нас там ключи от квартиры, да, то условные лежат. Когда вот такое ощущение самостоятельности? Даже не помню когда. Ну, деньги начала зарабатывать лет в 14 самостоятельно. Ну, это были очень маленькие деньги. Я работала тогда в газете и писала заметки. Было бы странно, если бы в 14 вы стали зарабатывать. Но я гордилась этим тогда, да. Говорим мы о детской самостоятельности в том числе, и у специалиста уже хотелось бы узнать, а нужно ли воспитывать самостоятельного ребенка, или пусть он растет под опекой родителей. До поры до времени. К нашей беседе присоединяется психолог Екатерина Сказка. Екатерина, здравствуйте. 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 Мы говорили тут про самостоятельность и про… Атрибуки самостоятельности. Да, атрибуты самостоятельности. Вот у нас тут всякого, да, выложено. Вот первые деньги заработанные, квартира, там, не знаю, мобильный телефон как средство такой, автономные связи. Ты вроде как на связи не только с родителями, со всем миром. Вот с точки зрения психолога, психологии, как можно самостоятельность атрибутировать? Ну, вы знаете, тут опять же все зависит от возраста, да, и от того, ну, что происходит в семье, скажем так, непосредственно. И если рассматривать отдельный мегаполис какой-то, ну, как бы большой, как наш город, скажем так, или маленький городок, или маленький поселок, и там совершенно будут разные границы возраста, да, самостоятельности. То есть если, допустим, в поселке ребенок может идти самостоятельно в школу, там уже в первом классе, то у нас в городе, скорее всего, это вряд ли возможно. В городах такое было? Я с семи лет, я с первого класса, да, ходил. И сейчас немножко обстановка все-таки в городе, ну, немножко другая, чем 20 лет назад. То есть сейчас как раз вот Алена об этом говорила, что современные, ну, она говорила в первую очередь про мальчиков, соответственно, мужчин, что они растут более инфантильными, менее ответственными, менее взрослыми, и это прямо аж до серьезного возраста продолжается. Это так? Ну, я не могу сказать, что, наверное, есть такая тенденция, но опять же здесь зависит все отдельно от конкретной семьи. Если в семье есть отец, который является примером самостоятельности, мужества, какой-то духовной и физической силы, скажем так, ну, пример какой, там, занимается восточными единоборствами, и ребенок, глядя на его пример, стремится подражать ему, то можно говорить о том, что у этого мальчика есть большая возможность вырасти самостоятельным, ну, осознанным и, так сказать, очень прекрасным мужчиной, сильным во всех смыслах этого слова. А как вообще понять, когда ребенок самостоятельный? Когда он действительно в семь лет идет в школу сам, когда, может быть, его и заставляют это делать, да? Нет, сегодня ты пойдешь сам. И он через свои страхи просто делает этот шаг и идет в школу сам по темной аллее, с утра пораньше. Или все-таки, когда ребенок или уже взрослый человек может принимать какие-то решения, не посоветовавшись ни с кем, да? То есть мальчик говорит, я завтра пойду в школу сам. Вот где, как понять? Здесь можно опираться на некую статистику возраста, да? То есть считается, что вот в три года ребенок как раз говорит, я сам. Он так себя осознает слегка уже как некую личность, вот. Но единственное, у него пока еще нет вот этого опыта, да, накопленного взрослыми людьми. И, соответственно, в четыре года он уже может, помимо того, что я сам что-то пробовать и делать с родителями, да, ну, допустим, не знаю, там, вот я мою посуду, я вовлекаю в этот процесс свою дочку четырехлетнюю. Или я подметаю пол, и она говорит, я сама тоже буду это делать. И я ей говорю, да, пожалуйста, там, помоги маме. А вот в пять лет, по статистике, ребенок уже может доводить начатое до конца. То есть он уже самостоятельно может убраться в своей комнате. Он уже самостоятельно может, там, одеть одежду перед выходом в детский сад или в школу. Приготовить завтрак. В принципе, теоретически, пять лет. Я просто жу, когда уже, когда уже это время подойдет. Ну, вообще, по идее, опираясь, естественно, дети все разные. Но теоретически в пять лет может готовиться. Алин, что делает ваш малыш? Я вспомнила, как он в прошлом году приготовил завтрак. Я, конечно, потом все это выкинула, но мне пришлось сделать вид, что я это ем. Потому что он смешал яйца с яблоками, пожарил все это на сковородке. Ну, в общем, такая лапа день получилась. А еще я вспомнила, как он один раз, мы жили с ним в Лос-Анджелесе месяц в прошлом году. И я ему сказала, пойдем сходим за соком. И он говорит, нет, я останусь дома. Я говорю, точно, точно. И вы не представляете, я заказываю сок и сижу, жду, когда мне его там сделают. Просто поворачиваю голову. А мы жили через дорогу напротив кафе. Он остался дома. Он был в одних труселях, потому что жарко было. И, значит, я смотрю, он переходит, перешел дорогу. И мой сын оделся просто как какой-то, я не знаю, какое слово подобрать. Штаны вот так заправил, как Иваныч. Вот так вот все натянул, носки как попало. В общем, он взял, принял решение, что нужно, как же мама ушла одна за соком, почему же я с ней не пошел. Он оделся, он захлопнул дверь, он спустился с шестого этажа на лифте на первый этаж. Он перешел дорогу на зеленый свет. Я первая, что у него спросила, я говорю, на какой свет зеленый перешел дорогу. Он говорит, мам, на зеленый. Я говорю, дождался, когда будет зеленым. Я, честно, чуть не умерла в тот момент. Ты хотела спросить, до каких вы досчитали перед тем, как задать вопрос. Я сориентировалась сразу же, но у меня просто вот так вот зафигачило сердце. Я обалдела. Ну, слава богу, все закончилось хорошо. Слава богу, да. Он не встретил какой-нибудь полицейского по пути. Меня бы просто в Америке, меня бы за этот бараний рог скрутили. То есть я понимаю, какие последствия могли бы быть. Это лишение родительских прав, я больше не уверена. Потому что в Лондоне была такая история с русской девушкой, которая побежала на работу и не дождалась, когда придет няня. Они разменулись буквально на полчаса. И в эти полчаса случайно нагрянула полиция. И как-то там выяснилось, что ребенок, да, 4-летний, одни дома. Забрали. Я ему, конечно, тоже сказала, ты понимаешь, Богдан, что ты нас подставить можешь. Вот таким образом. Он все понял. Он больше так себя не видел. Чересчур самостоятельно растет. Это был такой поступок, от которого я просто чуть не посидела. Честно. Как объяснить, кстати, ребенку, где та грань, да, когда он может, а когда он еще не может? А надо разговаривать в первую очередь. И опять же, вот по поводу завтрака. Если там мы на завтрак едим кашу или мюсли, ну или что-то такое. Обычно, как всегда, это какой-то один рацион. То можно обращать внимание, показывать, как я это делаю. И в какой-то момент сыграть в игру. Сказать, ой, я сегодня не буду готовить завтрак, давай ты попробуешь, да. Или там, я забыла, как готовить эти мюсли, сделай ты. И вот таким образом, потихонечку-потихонечку, навык приобретается. Да, через игру. Через игру, может быть. По поводу вот вашего случая. Тут, естественно, для всех это был шок и стресс. И может быть, как раз... Для всех, кроме Богдана, я думаю, самого. Мне почему-то кажется, что он все равно сделал свой вывод. И все равно вот это вот... Дело больше так не поступало. Вот, это самое главное. Самое главное было в тот момент просто и не наругать его, потому что я бы тогда перерубила просто желание у парня делать что-то самостоятельное. И в то же время не сказать, ах, какой ты молодец, давай будем шадить самостоятельно, одевайся и иди. А если что-то серьезное? Вот инициативу ребенок проявляет, но делает неправильные вещи или опасные вещи. Надо разговаривать. То, о чем Алена говорит, чтобы не убить инициативу в зародыше, но при этом, чтобы человек понимал, что это нельзя делать. Ну, здесь, возможно, конечно, ребенка нельзя там сильно бить и ругать. Это вообще исключено, да? Но, может быть, говорить о том, что есть какая-то система, ну, наших договоренностей, да? Если я тебя прошу сделать так-то, так-то, ты нарушаешь правила, значит, соответственно, будет какое-то там, ну, ограничение в чем-то. Может быть, там, ты не посмотришь мультик или там что-то будешь делать еще. То есть здесь вот именно вот такими моментами. Точно так же, как и мотивировать с теми же домашними заданиями, да? Когда в 11 лет теоретически ребенок уже должен самостоятельно делать все домашние задания. Вот, и потихонечку там с 7 лет мы к этому уйдем, скажем так. Вот, и большая стимуляция, когда ребенку обещают, там, мы пойдем в аквапарк или мы там сходим, посмотрим какой-то фильм. В общем, что-то такое, чтобы ребенок понимал, что делаю хорошо и получаю там бонус. Делаю не очень хорошо, но будет какое-то ограничение в чем-то. То есть еще такой момент, что почему-то взрослые часто считают детей, в общем, как бы дураками, что ли, да? И здесь надо понимать, что они на самом деле очень умные, очень внимательные, и они очень много впитывают и считывают с нас. Некоторые у меня из своих родителей. Некоторые у меня из своих родителей преподносят родителям. Да, в принципе, так, наверное, и есть их мудрость, она действительно какая-то огромная. А если говорить про детей более старшего возраста? Даже проводились какие-то опросы, и согласно этим вопросам, самые самостоятельные люди – это подростки, по их собственному ощущению. Ну, в общем, это, наверное, справедливо, потому что, когда они были маленькие, было больше опеки, тут они из-под опеки вроде как выбрались, и еще не навалилась ипотека, работа, вот эта вся скучнятина взрослая. Действительно это так, что подростки самые самостоятельные, в том числе по самоощущению. Там, знаете, какая метафора есть? Они самостоятельные, уверенные, потому что действительно грузы вот этого опыта, который есть там у 30-летнего человека, скажем так, им не знакомо. Но здесь можно такую метафору привести про камень. Вот катится на меня глыба там, не знаю, тонну, и я не могу примерно померить, сколько это, да? Но я либо отойду, либо я там толкну плечом несколько раз. То есть я как бы сделаю… Когда она катится на вас? Ну, не катится хорошо, она остановилась. То есть я все равно предприниму какие-то такие вещи, прощупаю ситуацию. А вот подросток, он не может это оценить. В силу вот этой самонадеятельности, вот этой веры в свои силы, я там могу победить все, что угодно, они вот либо под этот камень могут попасть, либо еще что-то. Поэтому здесь как бы вот этот вот… У них нету, как бы правильно сформулировать, вот этого вот… Инстинкта самосохранения. Самосохранения. Алена, вы какой были подросток? Ужасный. Оля, ужасный. Если бы на вас катилась тонная, многотонная… Я бы легла еще под нее и сказала, давай-давай, катись. Я все выдержала. Я не хотела ходить в школу. Я только хорошо в университете стала учиться, потому что я пошла уже по интересу. Я окончила филфак, журналистику. А в школу у меня… Я не знаю таблицу умножения до сих пор. То есть у меня прям вот очень все было грустно в школе. Я не хотела, меня из-под палки заставляли учиться. Я единицы-двойки затирала в дневнике, выдирала страницы. Ну, то есть прям я совершенно… А как вести себя с самостоятельным подростком? Потому что, действительно, с одной стороны, хочется уже дать ему возможность, принимая сам решение. Но, с другой стороны, когда он приходит в час или в два ночи, кстати говоря, домой, да, а мама бедная волнуется и прочее, как объяснить ему, что с тобой в это время может случиться все, что угодно? Но при этом не передавить желание действительно быть самостоятельным. Вот вы знаете, я как бы имею такую свою статистику, свои друзей, что если у меня в семье мы ложимся в 10, а встаем в 6, там, делаем зарядку, еще что-то делаем, и это нормально из всей нашей жизни, да, то, соответственно, ребенок, он, как правило, подстраивается. Бывают там бунты подростковые, еще что-то, но это, как правило, крайние вещи. Если родители сами ведут такой образ жизни, что они приходят поздно или там позволяют себе что-то чрезмерное, у подростка все… у ребенка это все записывается там где-то внутри. И, соответственно, уже тут будет сложно строить диалог, объяснять что-то, если я своим примером не являю это. Поэтому надо начинать с себя, самостоятельно как бы опираться на свои… То есть если родители хотят, чтобы ребенок приходил в 9 вечера, а в 10 уже был в кровати, то и мама должна, и папа ложится в 10 вечера. Ложится в это время, да. И это некая такая вот… Может быть, это не для всех людей подходит в наше время, скажем так. Ну, мягко говоря, не для всех, да. Вот, но требовать от ребенка выполнение каких-то вещей, как бы самой не показывая этот пример, это гораздо труднее. А как-то, знаете, есть там, например, ну, два варианта. Один вариант, что ребенок может опоздать, но опоздать в пределах какого-то времени, полчаса, час, да, допустимый резерв. Либо второй вариант, что ты приходишь четко в 9, но если ты хочешь там, ну, я хочу до 10, у меня все друзья до 10 гуляют. Когда ты докажешь, ну, там, несколько раз, ты можешь приходить ровно в то время, в которое должен, окей, ты будешь приходить в полдесятого или в 10, но мы оба будем знать, что ты четко в это время вернешься домой. Для многих это очень хорошо работает. Это, опять же, про договоренности, про соблюдение правил. То есть мы садимся, люди уже в этом возрасте, они дети, подростки. Они уже достаточно взрослые, они все понимают. Они уже умеют нами манипулировать и знают наши слабые места, и знают, где продавить и как что сделать, или наоборот, где сыграть мягко. Поэтому здесь вопрос вот разговора, договоренности и вот тех правил, которые существуют в семье. Потому что, ну, опять же, если ребенок ведет себя вот так вот, как-то очень, так скажем, чрезмерно, на то есть причины. И причины, как правило, они в родителях. Спасибо. Самостоятельность, я думаю, главное опасение большинства родителей, что излишняя самостоятельность – это опасность для безопасности ребенка. Много опасностей на улицах, на дорогах и так далее. И об этом в том числе мы побеседуем с нашим следующим гостем. К нашей беседе присоединяется Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, современная городская среда действительно очень изменилась. Огромное количество машин, такой плотный трафик, появляются разные знаки запрещающие, разрешающие, полицейские лежачие. Как это это спасает от проблем на дорогах, связанных с детьми? Действительно, за последние 10 лет количество транспортных дорогах увеличилось в 5 раз. То есть, по факту, если раньше этот показатель составлял порядка 20 миллионов, то сейчас порядка 70 миллионов транспортных средств. По факту, это достаточно большое количество транспорта, который сейчас ездит у нас по улицам. И, к сожалению, далеко не всегда дети, и, собственно, даже мы, готовы к тому, чтобы правильно вести себя в этих дорожных условиях. Со стороны государства делается достаточно много для того, чтобы обезопасить участников дорожного движения, то есть строительство тех самых лежачих полицейских, про которых вы говорите, это специальные инфраструктурные ограничения, и разведение транспортных потоков, собственно говоря, пешеходов и водителей, для того, чтобы избежать какого-либо опасных столкновений на дорогах. Все это действительно приносит свои результаты. И, опять-таки, если посмотреть статистику, 10 лет назад у нас на дорогах погибало порядка 36 тысяч человек, сейчас этот показатель снизился от 23. Но, безусловно, еще очень много необходимо сделать для того, чтобы этот показатель сравнялся с нулем. Вадим, сейчас добавилась новая категория участников дорожного движения. Раньше были пешеходы, автолюбители. Сейчас еще очень много велосипедистов, по крайней мере, в теплое время года. Делают специальные велодорожки. Видимо, нужно ребенка обучать не только знаком, какие знаки что означают, а еще и говорить, что, вот смотри, вот велодорожка, не дай бог сейчас, ты пойдешь, поедет, вообще ничего не видит, ничего не слышит, на велике, и все, сюда не ходи, снег башка попадет. Ну, знаете, совершенно право, по большому счету, сейчас формируется новая группа участников дорожного движения, это велосипедисты. К сожалению, по факту, их никто не готовил, никто не рассказывал, как себя вести. По факту, даже мы с вами не сильно знаем, какие правила существуют у велосипедистов, какие средства пассивно безопасны, например, те же шлемы, как их использовать, какие световозвращающие элементы использовать. И всему этому действительно нужно учить. Сейчас у нас есть уникальная возможность донести все эти важные, с точки зрения безопасности, элементы до детей. И, собственно, наш центр, совместно с коллегами из госинспекции, постоянно ведет работу по формированию непрерывной системы подготовки детей как будущих участников дорожного движения, закладывая все эти необходимые элементы, начиная по факту с Росдома, когда мы учим будущих родителей, уже состоящих родителей, выезжать из Росдома в автокресле. И дальше уже, соответственно, донося все необходимые элементы, в том числе используя возможности по интернету, по каким-то обучающим элементам. А давайте мы молодого родителя спросим. Алена, вы как вот эти вот элементы пассивной безопасности, автомобильные кресла? Соблюдаю все это. Богдан наверняка гоняет на велике. Шлеми без? Нет, без шлема гоняет. А он на двухколесного или на четырех? На двух, но мы рядом все время, это по двору. Вы очень быстро бегаете, значит? Очень быстро, да. Но что касается автомобилей, кресла, вот как из роддома выехали все время на специальном кресле. А по поводу, кстати, вот я тоже смотрю, даже... Ну опять же, Антон, извините, что перебиваю, но я вспоминаю наше детство. Вот нас в пять лет уже за руль сажали. И на дачу мы гоняли нормально за руль. Я абсолютно с один согласен. Без шлема, без кресла и ничего. Но машин-то было в разы меньше. Ну да. Хотя бы по этой причине уже было менее опасно, я думаю. Безопаснее, да. И мне кажется, более тщательный был отбор, да? То есть сдача на воительские права. Безусловно, подготовка водителя была гораздо лучше, собственно говоря. Все понимали, куда они выезжают и что они делают. Купить права – это было невозможно. Да. И сейчас тоже. Вадим, смотрите. Дети сейчас действительно становятся такими самостоятельными, что у них появляются деньги на карманные расходы. Они в состоянии купить себе действительно транспортное средство весьма скоростное. Это всевозможные скутеры, опять же, самокаты, скейтборды. И на всем этом они очень быстро передвигаются. Но при этом, наверное, им не хватает самостоятельности адекватно оценивать ситуацию вокруг. Как здесь родителям поступать? Позволяет ли покупать все эти вещи? Или для начала научить действительно, может быть, правила дорожного движения отправить на какие-то курсы, я не знаю. Самим объяснить. На самом деле, действительно, до недавнего времени было большое количество для самостоятельности. И, как вы знаете, раньше скутеры можно было купить и управлять им без прав. Буквально последние два года было введено нововведение, в том числе силами нашего центра совместно с госинспекцией МВД России. И сейчас, по факту, управлять скутером без прав нельзя. Любой мощности скутер, да? Да. То есть, собственно, сейчас необходимо получить права и получить специальную подготовку для того, чтобы начать действие. К сожалению, действительно, по велотематике, по скейтам, по электробордам и другой технике такого истории нет. Хотя, действительно, тоже достаточно опасно. И здесь, по факту, необходимо объяснить ребёнку, какие могут быть последствия, показать на собственном примере, потому что, в принципе, мы все сами можем эти средства использовать. Я думаю, что такого рода вещи обезопасят наших детей на дорогах, потому что это, безусловно, очень важные знания, хотя, оказывается, что они достаточно банальные и простые. Вадим, а я когда изредка читаю хронику происшествий, там, например, «Железная дорога», подростки переходили «Железную дорогу», слушали плеер, не заметили, не услышали. Или когда я еду за рулём, я вижу, как иногда переходит через дорогу, неважно, там пешеходный переход, нет пешеходного перехода, выходит, не смотрит даже по сторонам, нам набросили капюшон от кенгурушки, в наушниках не слышит, не видит ничего. И такое ощущение, что главный враг, главный противник безопасности подростка на дороге – это наушники. Так ли это? И этот элемент, и элемент, связанный с тёмной одеждой. И по факту, используя наушники, плюс капюшон, выходят в тёмное время суток, когда гуляют, и, к сожалению, всё это приводит к достаточно трагичным последствиям. Надо поощрять любовь ребёнка к клубной музыке, когда кислотные цвета, Безусловно, кислотные цвета и, собственно говоря, световозвращающий элемент. Насколько я помню, несколько лет назад как раз с Ольгой был один из проектов, в котором она участвовала по профилактике использования световозвращающих элементов. Она всё время, она как один большой катафот. Я ходила во всех браслетах, да. Мы её так и звали, Катафотина. Ну, на самом деле, замечательный пример, да. Действительно, собственно говоря, это позволяет обезопасить ребёнка на дороге и увидеть его для того, чтобы вовремя остановиться и избежать каких-то трагических последствий. Ну что ж, тут можно уже переложить часть, как минимум, часть ответственности за безопасность подростка и ребёнка на родителей. Даже если ваш ребёнок любит какую-то, ну, понятно, любит он рок-музыку, например, тёмная одежда, хотя бы маленькую, что-то светоотражающую штуку ему на плечи повесите. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Свежий воздух». До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин